Бисмиллахи ррахмани ррахим, альхамду лиллах, ассалату ассаламу аля Расулиллах, аля алиху ассабих аджмайин амма ба'ад. Продолжим наш разговор про аль-асмал-муарбат и аль-мабния, про имена с неизменяемым и изменяемым окончанием, склоняемые и несклоняемые имена. На прошлых двух уроках мы поговорили об аль-асмал-муарбат, имена с изменяемым окончанием. Напоследок приведем одно имя, которое в одном и том же аяте приводится в разных трех падежах. Так, в суре аль-бакра мы читаем аят, связанный с хаджем, паломничеством. Аль-хаджу ашрум ма'лумат. Хадж известный месяц, то есть совершается в известный месяц. Куман фараду фи-гинн аль-хаджа, и кто намеревается совершить хадж в них, то нет приближения, и нет непокорности, и нет пропирательства. По калимату аль-хаджу аль-ула, так первое слово, первое имя аль-хадж, марфуат, поставлено в состоянии раф, в именительном падеже. Почему? Лен-нух муптедон, так как это подлежащее во именном предложении, а значит должно быть согласно правилам арабской грамматики в положении раф, в именительном падеже. В алямату рафе признак падежа рафа этом имени. Ад-дома тазлахирату аля ахрии, явная дома на его конце. Второе имя аль-хадж это мафулбихи, аль-хаджа, прямое дополнение, ли фарада, глагол фарада, а значит согласно правилам грамматики в аякуна мансубан, будет состояние насп в именительном падеже. У алямату аль-хаджи признак состояния насп в этом имени, аль-фатха тазлахирату аля ахрии, явная фатха на его конце. А в третьем случае имя аль-хадж, маджрурин бихарфель-джари, поставлено в состоянии джар, в родительном падеже, так как перед ним стоит предлог родительного падежа в фи. У алямату джар и признак падежа джар в этом имени, тоже аль-касра тазлахирату аля ахрии, явная фатха на его конце. Как мы видим, имя аль-хадж в первом случае морфуан, в состоянии джар, в именительном падеже, во втором случае мансубан, в состоянии нас в винительном падеже, а в третьем маджрурум, в состоянии джар, в родительном падеже. Это у нас было склоняемое имя, имя с изменяемым окончанием. А что касается имени с неизменяемым окончанием, несклоняемое имя, то это имя, окончание которого не меняется, несмотря на наличие амлю факторов или управляющих слов. То есть в каком бы месте это имя не находилось, его окончание будет неизменным, как, например, слово «хаулай» «Исмуль-ишарути хаулай» «Указательное местомение» «Фалькасрату лети фи ахириха сабидатун» «Ля татагайру абадан» Так каср на конце этого слова будет постоянно неизменным. Например, «Джаа хауля иннасу» «Пришли эти люди» «Раэйту хауля иннаса» «Я видел этих», то есть «людей» «Марарту би хауля иннаси» «Я прошел мимо этих людей» Как мы видим в этих трех предложениях, окончание слова «аннас» «Люди», а точнее огласовка на его конце меняется в зависимости от предшествующего амена, предыдущего фактора, в то время как окончание слова «хауля» осталось неизменным, несмотря на наличие амена факторов разных падежей. Так в первом примере это слово «хауляй» это «фааль» «Действующее лицо», «Субъект действия». Во втором примере это «Мафулю бихи» «Прямое дополнение», а в третьем перед ним имеется «Харфу джерба» «Предлог родителям падежа ба» «Би». Значит, в первом примере это слово должно было быть в состоянии «Рофа» «Именительным падеже», во втором в состоянии «Нас» «Винительным падеже», а в третьем должно было быть в состоянии «Джер» «Родительным падеже». Однако, несмотря на это, окончание этого слова, этого имени не изменилось, не изменяется, так как это «Исман мабдион» – имя с неизменяемым окончанием, чья огласовка на конце является неизменной, остается неизменной. Для большей ясности постараемся привести пример для имен с неизменяемым и изменяемым окончанием на примере двух имен из русского языка, например «Книга» и «Пальто» – два слова. Например, «Эта книга» и «Эта пальто» для «Именительного падежа». «Я взял книгу» и «Я взял пальто» для «Именительного падежа». «Цвет книги» и «Цвет пальто» для «Родительного падежа». Как мы видим, условно говоря, окончание слова «Книга» меняется в зависимости от воздействующих на него слов, факторов, управляющих слов, в то время как окончание слова «Пальто» остается неизменным. Так, слово «Аль-Китаб» похоже на слово «Книга», являющееся его переводом, а слово «Хаулай» похоже на слово «Пальто» в неизменяемости своего окончания. Аллаху Адам. Аллаху Адам.